смотрите вы все очень просто когда чек заявляет мне не нужно общение я не люблю общаться я не люблю общаться я сразу готовить чеку подхожу ну в смысле подхожу бегу к нему и говорю привет расскажи мне расскажи вот почему ты не любишь общаться и человек отвечает и так вот когда тут вообще очень просто все решается если человек не любит общаться и он себя он от этого не страдает а получает удовольствие от жизни. То есть, ему все равно есть люди рядом, нет людей рядом. Такие люди есть. То есть, вы спокойны, у вас нет тревоги, что вы один. У вас нет потребности, вас не тянет. И вы вечером, особенно, когда вечером приходит плохое настроение, вы не страдаете, что вы одиноки. То есть, вы от этого не мучаетесь. И вообще, максимально кайфуете, что вы один. И вам люди не нужны, и общение не нужно. Значит, у вас этой проблемы нет. Значит, это ваше, значит, вы с этим живете. все хорошо. Что тогда в этом случае делать, если вы максимально говорите, мне не нужно общение, я не люблю общаться и так далее. Но при этом тут дальше идет. Чтобы добиться успеха в жизни и в отношениях невозможно жить без сообщения. На самом деле это неправда. Это иллюзия или ограничивающие убеждения. Почему-то считается, чтобы успех в жизни, тем более успех в кавычках, потому что для каждого успех свой, почему-то считается, что успех в жизни это обязательно общение с людьми. Давайте пример. Я уже честно не помню его фамилию. А нет, помню. Живорат Славинский. Есть такой индивид, который придумал разные психологические техники. Может быть, кто-то его знает, кто по саморазвитию по психологии что-то делал. Может быть, вы его знаете. Так вот, этот человек, вот как раз тебе говорю о том, что у тебя ограничивающие убеждения. Этот человек не общительный. Этот человек делает очень интересный момент. Он закрывается в своей квартире, начинает исследовать разные психологические техники, поэтому у него эти техники появились. Месяцами, два-три месяца он совсем один, там ходит в магазин покушать, там берет продукты и возвращается обратно. Дальше исследует вот это все по психологии. Психологические разные техники. И когда деньги у него подходят к концу, или ему нужно денег больше, он делает анонс. Анонс его тренинга, практики и так далее. Одной, может быть, даже техники. Всего он одну технику за три месяца какую-то открыл, сделал анонс. К нему огромное количество человек записалось, потому что они его уже знают, что он реально крут. Он провел там два-три часа один вебинар, собрал денежки, обучил их и опять на три-четыре месяца ушел. В одиночество один. Как пример твоего ограничивающего убеждения. Как пример альтернативы, что человек не общается с людьми, собрал людей, он даже не общается во время вебинара, он просто рассказывает им что-то. Конечно, они могут ему задавать вопросы. Конечно, он на эти вопросы тоже может отвечать. Но факт остается фактом. У тебя ограничивающие убеждения. Тебе кто-то в голову вбил, что можно успех в жизни только с помощью общения и взаимоотношений. Это неправда. Те, кто тебе в голову вбил, тебе вот с них и спрос. Сказать им, какого вы. Ну, во-первых, себе, конечно, нужно взять ответственность, что ты сам это встроил в себя, потому что это неправда. Ну и также у них спросить, почему вы позволили там или можно сказать себе внутри, можно сказать тоже с вот этим авторитетом. Почему вы решили за меня, как мне нужно? Вот если мне вот общение не нужно, почему вы решили за меня, что мне нужно успеху прийти только с помощью общения? Кто вы такие вообще? Почему вы взяли однобокое, одно ограничивающее убеждение? Что других вариантов есть? Нет. А есть люди, которые общаются совсем чуть-чуть, зарабатывают деньги. Есть люди, которые зарабатывают очень много, ну, деньги и саморазвиваются и так далее. Но при этом вообще вообще не общаются с людьми. Ну, там максимум там деньги на счет снимают, в магазин ходят и так далее. Есть люди, которые очень много общаются и тоже успешны. Кто этот человек, который тебе сказал, что можно только с помощью общения там добиться успеха? Этот человек забуждается, максимально забуждается. У него ограничивающее убеждение, которое у него в голове, он-то ограничивающее убеждение передал тебе, соответственно, ты это ограничивающее убеждение держишь в себя, холишь и леешь и думаешь, что оно рабочее. Хотя на самом деле оно не рабочее. Ну и далее. Если другой есть, Паш или другой есть человек, который говорит, мне никто не нужен, Я не хочу ни с кем общаться, но при этом по вечерам ему становится очень грустно, что он один, он страдает, что один, переживает иногда, его тянет к людям, а потом сейчас какое-то время его опять отпускает, и он опять думает, что он никого не нужен. Так вот, вот такие люди обманывают сами себя, на самом деле им люди нужны, но у них сидят в голове очень страшные картинки, что люди, во-первых, это недоверие к людям, это страх людей, это тревога по отношению к людям, это ненависть к людям, там очень много обиды всякие, вот это все накладывается, и человек думает, что ему никто не нужен, хотя на самом деле это все его тараканы психологические, которые сдерживают его. И в этом случае нужно убирать, скорее всего, там может быть и социофобия, может быть, как вариант, может быть и социопати, там что угодно может быть, это надо уже разбирать.